Всем привет! У нас утро. Покажи, что тебе зайчик принёс. Вот такую книжку про монстриков принёс зайчик Олесе. И она сейчас клеит наклейки. Тут монстры едут в транспорте, и Элиса доклеивает своих. И причём, как всегда, доклеивает оригинально очень. Ну, например, вот этих троих она поставила на голову другому. А это самолёт. Она наклеила, как будто один зашёл, и на руках держит двух других. Их, правда, один чуть-чуть слишком высоко как-то получился. Но всё равно оригинальная идея тоже. Вот. А это метро. И здесь Алиска придумала наклеить монстров так, как будто бы вот этот большой синий их съел. А на этой страничке она монстром делает их лялечек, их детей в руках. А один монстр уцепился за потолок. Я так понимаю, к нему ещё прицепился второй, да? Всё, держи последний. Такая неожиданная идея. Клеить монстров, чтобы они вылазили из книжки. Хопа! Всё. Тут какой-то кинотеатр. Люди с улицы смотрят про монстров фильм. А вокруг куча монстров. Алиса тут семью приклеила. Говорит, а это их родной сын. А то, что они родные... Это папа, это мама, это бабушка, это дедушка. Это их родной сын, который ему всегда помогает и любит. И никуда не залезает. И осторожно, иди. А это кто? А это их два малыша, которые залезли на фары и не могут слезть. Ясно. А это кто-то летит на помощь? Да нет. А это просто летает, осмотрит, чтобы не упал никто. И она поймает их всех на вентилятор. Понятно. Понравилась тебе книжечка? Да. Вот так утром. С самого утра подняли настроение себе, да? Да. Закончилось. Здесь есть еще вот такие. Ого, сколько их существует. Да их тут существует целая куча. Мам, покажи, сколько оклеек у нас осталось. У нас не осталось, мы все приклеили. Ну, ты все приклеила. А бывают монстрики, смотри. Монстрики... Ой, так мелко написано, я уже и не вижу. Вот под словом монстрики то, что написано, я уже и не вижу. Ну, в общем, это были монстрики в транспорте, а бывают еще в разных других местах. Да, скоро уже себе очки делать придется. Вот у нас были в транспорте. А я приду кушать. Иди кушай. Кушать по ручетам, он должен зарядиться. Его ставила на зарядку? Сто процента, сто процента, на моем включать, сто процент. У меня ребенок подсел на канал Хомки. Я не знаю, что мне с этим делать каждый день. Похоже, надо с ней вместе снимать что-то новенькое на этот канал. Ты кушать собираешься? Алис, кушай. Кушай. Я пока славлю. Хорошо, кушай. Она обычно включает эту песню и танцует под нее. И даже сидя. А чем тебе так понравилась песенка? Потому что... Мне она больше всех не нравится. А мне это классная песня. Да? Это что значит? Это значит, когда мой палец придет на кленочке и нажмет, он будет перчатся и запоет. А только ты кушать не забывай. Хорошо. Все, я нажала. Что-то не поет. Хом-ком-ком-ком-ком-ком-ком-ком-ком-ком-ком-ком-ком-ком. Их обожаю хмиле. Хм-кен. А где они? В сердце. Ну, и тебе надо. Так, Лизка улеглась смотреть планшет после ингаляции. А я продолжаю свою уборку. Сейчас намывают тазики. Короче, хочу генерально все убрать. Есть у меня одна очень большая проблема. И проблема это вот эта ванна. Там под ней внутри постоянно плесень. Вот эти вот штуки, они выпадают, отпадают. Но мы еще когда сюда заехали, они отпадали и выпадали. Уже, считайте, тут живем 4 года. Трещина вот эта присутствовала с самого нашего заезда. Ну, короче, оно, вот это вот перекрытие ванны очень плохо держится. Оно выпадает. Когда выпадает, вся эта плесень наружу. И я не знаю, насколько знаю, ее очень опасно дышать. И там конкретно просто все покрыто плесенью. Почему? Потому что в этой ванне есть дырки у стенки. И хочешь, не хочешь, а вода туда попадает. То есть она тоже как-то так стоит, что... Как вам объяснить? Я не знаю, вот многие думают, что там у меня какая-то плесень, и я ее не мою. Нет, я здесь все мою, она не отмывается. А вот там вот... Сейчас попробую показать. Вот там вот через те дырки внизу, вот там плесень, конечно, под самой ванной, это капец. И по-хорошему ее просто нужно переделывать. Нужно переделывать то, чтобы она закрывалась нормально. Нужно переделывать, чтобы туда не попадала под нее вода, чтобы там плесень не собиралась. А может там что-то где-то еще и подкапывает, кто его знает. Ну почему оно так сильно там, сильно и быстро, плесенью покрывается. Кто это тут среди белья сидит, а? Вечно любопытная кошка. Вот реально я что-то делаю по дому, она всегда рядом и всегда бдит. Это инспектор. Думаете, она только в Киеве бдила, ага. Я уже унитаз держу закрытым, чтобы меня опять водой не обляпали. А сейчас стираю подушки. Мах. Маха услышала, что я разговариваю, думает, не дай бог, с другой кошкой. Такая ревнивица. Я стираю подушки, которые мы привезли из Киева, брали с собой. И нервничаю, что они испортятся, будут не такие мягкие или что-нибудь еще. Но выбора нет, их все равно нужно постирать. Это которые в Юске мы купили. Я выбрала режим синтетика. Хотя, может, надо было выбрать режим пуховики. Может, в режиме пуховики не сбиваются подушки. Посоветуйте мне, напишите, пожалуйста, в каком режиме. На моей стиралке вот такие есть режимы. Их немного, потому что здесь еще куча режимов сушки, которые я, собственно, и не пользуюсь. Лучше бы купила стиралку без сушки. Вот ей богу. А то там куча режимов, которые мне не нужны. Вот смотрите, кошке уже 7 месяцев. Но у нее же не могут резаться зубы. Вот какой ей кайф грызть прищепки. Мира, ты там норм? О, Алиса опять колохомки включила. Мир, вылезай давай оттуда. Спасибо, солнышко. Алиса застилает кровать нашу. Говорит, решила сделать вам подарок. Спасибо, зайка. Я буду вам все время помогать. Спасибо, помощничка. Все время будет нам помогать. Сейчас я покажу вам, в чем принцип. У меня второй этап уборки, когда я сейчас буду драить стены сегодня. И я покажу вам, в чем проблема с этой плесенью. Так, ну, трещину, я думаю, всем видно и так. Смотрите, беру я, например, средства для мытья посуды. Ну, не важно, что брать на самом деле. Просто мы с вами сейчас попробуем это оттереть. Просто, чтобы вы понимали, в чем проблема. Тут уже сама резинка прогнила. Или что вот это вот, или что это, резинка. Или что, какой-то резиновый плинтус, клей. Я не знаю, что это. Это я, честно скажу, я в ваннах, в их установках, как оно должно быть, не разбираюсь. Но вот это все не отмывается. Это не плесень, это дырки. Просто дыры. Вот. И смотрите. Смотрите. Если вы думаете, что это не пыталась отмыть, и что я обожаю плесень у себя дома, то я вам показываю, что это. Видите? Может, в этих дырах и есть плесень. Но это дыры, как будто прогрызанные. Черные дыры. А там вообще вот эта трещина, эта дыра туда, под ванну. Вот. И что с этим делать? Хозяин дома, как-то один раз мы к нему обращались с этим. Сказали. Он привел своего парня знакомого, короче, привел. Они ванну отодвинули и поставили ее там внизу на кирпичи. Чтобы она типа стала выше и закрывала эту дырку. Как-то она прикрыла тогда. А потом дырка появилась снова. Стоило кому-то тяжелому из нас залезть в ванну, набрать в ванну и залезть. И ванна опять как-то сдвинулась, просела. И вот вам опять дырка. Вот. Так что не все так просто, товарищи, как оно кажется со стороны. Вы уже многое знаете про этот дом. В том плане, что здесь есть проблемы, которые, к сожалению, не от нас зависят. Мы не можем их решить. Не знаем как. Я вот даже думаю, знаете, лезть под ванну мыть эту плесень постоянно. Ну, это вредно для здоровья. Ну, разве что с респиратором. Вызывать какой-то клининг толку никакого, потому что туда попадает вода и буквально за несколько дней то же самое начинается. Ну, где все время сыро, мокро, там появляется плесень. То есть под этой ванной есть плесень. Под ней. Но не вот это. Вот это вот, это не отмывается. Как ты его не три и как ты не пытайся. Это дыры. Вот я сижу на ванне, смотрите, как она шатается. Видите? Она не примыкает к стене. Вот. И это должны решать не мы. Это должен решать хозяин дома. Потому что, ну, мы не можем здесь хозяйничать и сами что-либо менять. Понимаете? Мы не можем. Даже новую ванну поставить мы не можем сами. Даже если бы захотели за свои деньги. Мы должны это все обсуждать с хозяином. И он должен сам принимать все эти решения. Короче, сегодня решила я средством для мытья посуды помыть. Нет у меня никакой специальной там типа комы. Это сыпучки. И хотела вам еще раз показать. Может, кто-то не видел эту мою придумку. Когда-то налепила эти крючки. Где-то там то ли с Алиэкспресса, где-то они пришли. Подписала имена. И каждый знает, где его мочалка. Потому что подписана. Вот здесь висит моя мочалка. Тут лисенка. Та, что я покупала недавно новая. Вот у Кости новая. Тоже висит желтая. Это я вчера его старую выкинула. Не знаю, надеюсь, он не будет возмущаться. И бабушке так и висит. Хоть она и живет отдельно. Ну, а вдруг она еще к нам вернется. И, кстати, там клей как-то пожелтел. Да, вот когда приближаешь видео, прям видно. Так в жизни не видно вообще. Я практически желтого этого не вижу. А приближаешь, видно, что там клей уже пожелтел. Но они давно были приклеены. Вот так вот. Сейчас чуть-чуть побудет средство для мытья посуды на стенках. И я его буду смолоть. Охи, болтушка, деловушка. Все мне рассказывать. Я сейчас снимаю по одной мочалке. Чтобы тут вокруг тоже помыть. А Алиса убирает в комнате. По своей собственной инициативе. И все ко мне бегает. То одно, то другое, то третье. Мама, смотри, я нашла вот то, что потерялась. Смотри то, смотри это. Я говорю, болтушка, деловушка. Да, шел второй день уборки в ванной. Но так надо убирать везде. Представьте себе, в огромном двухэтажном доме. А еще гора животных, ребенок. А еще надо готовить. А еще надо снимать видео. Если бы мне не помогали мои близкие, думайте, я бы могла снимать вам видео при таком количестве работы дома. Да ни со что в жизни. Ну, вот и все. Все, что я могла отмыть по этой ванне, я отмыла. Причем на 100%. То есть все остальное, оно просто не отмывается. Терла как только могла. Единственное, что мы тут сами меняли, это смеситель вот этот. Покупали за свои деньги, коротенький. У нас тут был длинный такой сначала от хозяина. Было неудобно купаться. А, да и поломался он. Спасибо, солнышко. Мне Лиза карточку принесла, где ты нашла. Купать телевизором. Ясно. Пошла я убирать в других комнатах. Мне еще, конечно, надо разобрать вот эти все Лисины пять игрушек для купания. Но мне сейчас не хочется этого делать. Не хочется в игрушках сейчас копаться. У меня сейчас настроено мыть, убирать.